Борис Михайлов с компьютером на «ты». Потому все возможности электронного ресурса президентской библиотеки освоил очень быстро. И как любитель истории родного края, первым делом начал искать в архиве документы, посвященные Карачаево-Черкесии. И уже через несколько минут наткнулся на уникальный документ начала прошлого века об отмене указа о переименовании станицы Бадалпашинской в город. История родных мест, она всегда интересует, потому что, приехав сюда из Сибири, мне было очень интересно узнать возникновение, развитие там, где я живу. И поэтому все это очень привлекало. Екатерина Семченок – еще одна любительница истории родного края. Читатель Национальной республиканской библиотеки с 40-летним стажем. А теперь она открыла для себя еще и уникальные электронные ресурсы президентской библиотеки. Голицына смотрели, смотрели расположение нашей территории. Ну, что еще? Искусство смотрели, искусством мы интересуемся. Вы знаете, библиотека, конечно, многое дает и многое хорошего черпаешь из библиотеки, что, в сущности, на стороне ты этого не получишь. Сегодня постоянный доступ к богатым ресурсам президентской библиотеки получили 10 человек. Все они члены Республиканского центра серебряного волонтерства. Сначала им показали, как найти в электронном архиве нужный документ и сохранить его. Затем все вместе провели виртуальный 3D-тур по электронному музею обороны и блокады Ленинграда, особое внимание уделив коллекции, посвященной Карачаево-Черкесии. Как особо отметили организаторы акции, доступ к хранилищу может получить каждый, и это совсем несложно. Просто нужно стать читателем нашей библиотеки, при себе иметь паспорт. Мы здесь регистрируем, и пользователь получает логин и пароль. И когда он сидит на свое рабочее место, он вводит свой логин и пароль, и в своем личном кабинете он спокойно работает, может делать закладки, какие-то документы он может распечатать, как в электронном виде, так и в печатном виде. Серебряные волонтеры, зарегистрировавшись в библиотеке, получили постоянный доступ не только к сотням тысяч документов, но и фото-видеоархивам по всей истории России, ее политической и общественной жизни. Эрнест Чуков, Станислав Сушков, Архиз, 24.